Хочу сказать, что обсуждать комментаторов применительно к победе или поражению российской сборной по любому виду спорта это несусветная дурь. И если мы помним последний матч с Австрией наших футболистов, там совсем не Виктор Гусев комментировал, а Казатин Генич, другой замечательный комментатор. Давайте запретим Гусева, теперь запретим Генича и запретим заодно меня, потому что иногда во время стрельбы российских биатлонистов я что-то скажу, наши промахиваются, некоторые несознательные граждане пеняют мне на это. Но я всегда говорю, что если в этот момент, когда наши промахиваются под мой комментарий, скажем, на каналах CDF, NRK, я не знаю, NBC, кто-то из российских спортсменов вдруг одновременно попал, тогда я просто сразу ухожу из профессии и вообще уезжаю в тайгу навсегда. Поэтому это несусветная чушь и мы скатываемся вообще к какому-то такому, знаете, язычеству. Мы уже не говорим слово последняя попытка, мы говорим крайняя, все летчики, понимаете, мы все летчики, моряки и бобслеисты. Бобслеисты же, например, они не едут, они ходят, как моряки, понимаете, а грибцы не плавают, плавают пловцы, а грибцы, например, проехал, прошел, такие термины говорят. Но если серьезно, уважаемые друзья, можешь говорить как хочешь. Только, как было в одном замечательном произведении, только в терновый куст не бросай. Приметы в среде, ну вот, приметы у спортивных комментаторов существуют? Да нет никаких примет. К репортажам просто надо готовиться и все. А если ты ни черта не готов, но при этом там начинаешь свой день с того, что делаешь шаг левый, а не правый, это дурь, опять-таки. Поэтому надо работать и будет счастье. Почему не только спортивным комментаторам, но и всем нам.